В Башкирии В Башкирии, недавно вошедшие в состав русского государства, вспыхнуло восстание. Движение возглавил лидер зауральских башкир Сары Мерген. Восставшие провозгласили программу восстановления сибирского ханства во главе с ханом Кучуком, правнуком знаменитого Кучума. Это восстание народ прозвал Дайчиновщиной. Каковы его причины и чему оно обязано своим названием? Восстание 1662-1664 годов еще русские авторы 18 век, например, тот же Петр Рычков, окрестили первым башкирским бунтом. Правда, его вплоть до 20 века путали с другим башкирским восстанием, произошедшим через 20 лет после первого, с так называемым Сиитовским бунтом. Но это не суть важная. Важно другое. Причины первого башкирского восстания напрямую связаны с эпохой вхождения башкир в состав русского государства, с исторической ситуацией, в которой протекал этот противоречивый процесс. В 13 веке половина Евразии оказалась под властью Монгольской империи. Сыновья и внуки Чингисхана после смерти последнего разделили между собой завоеванное пространство. Башкирия и Сибирь достались одному из сыновей хана Батыя, царевичу Шейбану и его потомкам. Однако в 15 веке значительная часть владений шейбанитского ханства, в том числе почти вся территория Башкирии, захватила Ногайская арта. Ногайская арта была основана князем из племени Мангыт, Едигеем, временщиком, фактически правившим Золотой Ордой в конце 14-го, начале 15-го веков. Однако по представлениям того времени править государством мог только потомок Чингисхана. Башкиры считали свои земли жалованными Чингисханом. И неприкосновенность со стороны других частей Орды рассматривалась ими как привилегия. Вторжение Ногаев на территорию Башкирии, которая происходит в 80-е, 90-е годы 15 века, Башкиры рассматривали как нарушение устоев императора. И для Башкир Ногай, в общем-то, рассматривались скорее как противники устоявшихся традиций. Именно поэтому Едигей и преемники считались незаконными правителями, а узурпаторами ханской власти. Крымские, казанские и сибирские ханы неоднократно предпринимали попытки уничтожить Ногайскую Орду. Вследствие чего в середине 16-го века Ногайский князь Исмаил вступает в тесный союз с московским государством. Исмаил был последовательным союзником Ивана Грозного. Именно благодаря Исмаилу и позиции Ногайской Орды Ивану Грозному удалось взять Казань. Потому что Давлет Гирей, крымский хан, не мог оказать помощи, когда Иван Грозный осаждал Казань, потому что между ними стоял барьер Ногайской Орды. И потом, буквально через два года, в 1556 году, взять Астраханское ханство. В 1557 году Ногайский князь Исмаил принимает русское подданство и даже становится свояком Ивана Грозного. Сын Исмаила Мурза Дин Ахмед и русский царь женятся на дочерях кабардинского князя Темрюка, Марии и Малхуруп. Таким образом, башкиры оказались в составе русского государства по неволе, лишь в результате единоличного решения князя Исмаила. Сложилась парадоксальная ситуация. Башкиры являются вассалами правителя Ногайской Орды, а тот, в свою очередь, вассал русского царя. Учитывая, что легитимность Ногайских князей была под большим вопросом, башкиры принимают решение установить непосредственные отношения с русским государством. Вассал моего вассала не мой вассал. То есть рядовой рыцарь, допустим, является вассалом барона. Барон является вассалом герцога, а герцог является вассалом короля. И причем, допустим, рядовой рыцарь не подчинялся герцогу и даже королю не подчинялся, потому что существовала такая формула – вассал моего вассала, не мой вассал. Вот примерно такая модель возникла после того, как Ногайская Орда присоединилась к русскому государству. Начался процесс добровольного вхождения родовых общин западной, южной и центральной частей Башкирии в состав русского государства. Однако на северо-востоке, входившем в состав сибирского ханства, сложилась совершенно иная ситуация. В Сибири за Уралом все было гораздо сложнее. Формально башкиры, которые признавали над собой главенство сибирских ханов, в частности Шейбанина Кучума, были завоеваны. То есть там акта добровольного самостоятельного вхождения, в общем, утверждено не было. И это отразилось и на статусе восточных башкир, в частности крупнейших родов табынцев, цынрианцев, терсядских башкир. То есть это были, в общем-то, в какой-то степени покоренные башкирские племена. Северо-восточные башкиры остались верны своим ханам. После гибели Кучума они продолжали служить его сыновьям, ханам Али, Ишиму и Ибак Гирею. Однако для борьбы с русским государством у них явно не хватало сил. Тогда Кучумовичи решили поискать союзников на стороне. Так сын Кучума, царевич Ишим, отправляется в Джунгарию. Он женится на тамошних княжнах из трех джунгарских племен – Тургавут, Дербет и Хашиуд, а также заключает союз с их правителями. Джунгария – государство западных монголов-айратов, располагавшееся на север-западе современного Китая. В тюркоязычных и русских источниках они именуются калмыками. И вот в начале 17 века трехсоттысячная орда западных монголов-айратов или калмыков начинает движение на запад. И вот именно дети сибирского хана Кучума инициировали движение калмыков на запад. Это происходит в начале 17 века. Калмыцкие тайши, хорлюк, байбагиш с огромным войском начинают подступать к сибирским городкам, крепостям, которые буквально за несколько лет до этого были построены русскими военными. И вот в течение всего 17-го, середины 18 века идет пермаментная борьба потомков Кучума за восстановление сибирского ханства. Калмыки уничтожают остатки Нагайской орды и занимают часть башкирских земель. Их правитель Дайчин открыто заявлял о желании подчинить себе башкир. «А коли башкирцы учнут кочевать со мною, и нам, окромя Бога, кому что сделать», — говорил он русским послам. В 1635 году калмыки, во главе которых стояли Кучумовичи, Аблагирей и Тевиккель, напали на Уфимский уезд. Однако были разбиты союзными русско-башкирскими отрядами. Сибирские царевичи были взяты в плен и отосланы в Москву. Дайчин требовал, чтобы Москва, московское правительство, рассматривало калмыков как правоприемников Нагаев, Нагайских правителей над всеми южными, юго-восточными территориями России. Калмыки в тот же момент, в 20-е и 30-е годы, выступили с тем же требованием в отношении башкир. То есть прежде башкиры находились под властью Нагаев. Мы разбили Нагаев и теперь имеем право претендовать на территорию Южного Урала. Башкиры, понятное дело, не собирались покоряться калмыкам. Начинается долгая башкирско-калмыцкая война. В этой войне русское правительство было на стороне своих подданных. Башкир. Калмыцкий тайша, то есть князь, дайчин, в 1649 году писал. А опасен я только от одного уфимского города, от русских людей и от башкирцев. Потому что чинят мне шкоду большую. Но улусы приходят войною, людей побивают и в полон емлют. Но чаю, что и добром башкирцы будут у меня. На чем была основана уверенность дайчина? Дело в том, что тайша задумал хитрую и долгосрочную комбинацию, которая привела к полному переформатированию сложившихся отношений между русским государством, башкирами, кучумовичами и калмыками. А толчком к изменению баланса сил послужили, как ни странно, события на Украине. В 1648 году на Украине вспыхнуло казацкое восстание. Гетман Богдан Хмельницкий разбил польские войска. И в 1654 году казаки приняли русское подданство. Однако уже через несколько лет они сетывали на бесчинство московских чиновников. Воеводы отнимают у нас деревни. Казаков выгоняют насильно из домов. Требуют с нас, как с мужиков, подати. Режут нам чуприны, бьют кнутами и грабят. Не хотим воеводцарских. И отступим от царя. Крымский царь за нас пойдет. И мы будем слыть его подданными. В 1660 году сын покойного Богдана Хмельницкого, Юрий Хмельницкий, поднимает восстание и призывает на помощь крымского хана. Начинается война России с речью Посполитой. И внезапно для России самым, скажем, сложным участком фронта становится южная часть, южные границы, которые граничились с крымским ханством. И у Москвы не хватало ресурсов военных, чтобы сдерживать набеги крымского хана. Ей нужен был естественный союзник, причем желательно, чтобы это были кочевники, которые могли нейтрализовать эту угрозу с юга. Калмыки в данном случае были наиболее удачным военным союзником. Тайша Дайчин согласился принять русское подданство и оказать помощь России. 10 тысяч калмыков тут же ворвались в Украину и под Чигирином разбили крымское войско. В обмен на свою военную помощь калмыки потребовали возвращения им пленных, скота и имущества, захваченных у них башкирами. Это и стало непосредственной причиной башкирского восстания. Источники показывают, что основным поводом для восстания была экспедиция так называемого Андрея Преклонского, организованная из Уфы. Задача его заключалась в том, чтобы изъять у башкир захваченных калмыцких пленных и захваченный скот. По документам выясняется, что у башкира отнимали не только калмыцкий скот, который был захвачен, кстати, во время совместных набегов друг на друга калмыки в башкир, но и изымались дети, например, от совместных браков с калмычиками. Действия правительства башкиры расценили как предательство и измену. Еще недавно они вместе с русскими служилыми людьми отражали набеги калмыков на Уфимский уезд. А теперь царь встал на сторону неприятеля. Поэтому западные башкиры посылают своих послов в Крым. Изменники, уфимские башкирцы и казанские татаровя послали к крымскому хану от себя в послах Эр-Али-Абыза для того, что они с ханом одной веры и напред сего бывали они прежних крымских ханов люди. И он был хан, принял их к себе и был по-прежнему в соединении с ними. Программа западных башкир была невыполнима, ведь не могли же они переселиться в Крым, как и крымский хан не мог присоединить к себе далекую башкирию. В отличие от них, восточные башкиры поддерживали своих традиционных ханов – кучумовичей. Имеющиеся документы открывают широкую политическую программу восставших башкир – возрождение кучумового царства с башкирией в его составе. Основным претендентом на трон шейбанидов был царевич Кучук. Царевич Кучук – сын Аблайгирея и правнук хана Кучума. В 1663 году был провозглашен ханом башкирии. «Поднялся на Русь наш царь», – говорили зауральские башкиры и сибирские народцы, и провозглашали. «Быть себе царством, как было при Кучуме царе, и Тобольск взять и служилых людей побить. И договорились на том, чтобы царевичу Кучумову быть в Тобольске и владеть ему всею Сибирью». Это восставление началось в середине 1662 года. В первую очередь восставили башкиры сибирские дороги. Это огромная территория от Уральских гор до Верховьев и среднего течения Тобола. Предводителем восстания был царь Мерген и некоторые другие феодалы. И при том, здесь царских крепостей было мало. Следовательно, гарнизонов было, очень небольшие гарнизоны, войск было мало. Поэтому царские власти оказались не в состоянии разгромить. Упомянутый царь Мерген был из числа так называемых «выходцев», то есть наиболее рьяных сторонников Кучумовичей, которые в разное время покидали Башкирию и уходили в лагерь сибирских царевичей. Восточная часть, зуральская часть Башкирии, которая действительно на протяжении почти столетия сохраняла верность Дому Кучума, они представляли собой совершенно особую часть башкирского народа. То есть, ну вы представляете, они почти столетия вели фактически партизанскую войну против российских властей, считая, что единственным легитимным правителем являются для них потомки сибирского хана. И, естественно, они считали, что и западная часть Башкирии, то есть Ногайская часть, должны, в общем-то, установить именно отношение подданства с Кучумовичами, разорвав отношение с Москвой. В июле 1662 года башкиры подступили к Кунгуру, столице Пермского края. Взять ее одной конницы не было никакой возможности. Тогда, к ужасу жителей и гарнизона, они выкатили пушки, чего никто не ожидал, и открыли из них огонь по-немецки. Кунгур пал. Местные власти докладывали. Кунгур весь повоевали и ратных людей посекли. А повоевав Кунгур, ставят себя строг, а стреляют против немецкого чиненными ядрами. Как затем выяснилось, создать собственную артиллерию башкирам помогли поляки и литовцы, захваченные в плен в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов и сосланные в Сибирь. Когда началось башкирское восстание, они в количестве 50 человек бежали к повстанцам и обеспечили башкир пушками, стрелявшими не просто ядрами-болванками, а разрывными снарядами, что было в диковинку даже для русской регулярной армии. В августе того же года пришли известия о начале восстания в Зауралье и Сибири. Стоит царевич Кучук Салтан у озера Ириташа. А с ним изменники-башкирцы, сынрианцы, бушкурты, ангуты, терсяки, айлы. Да с ними же в заговоре все татаровя и вагуличи. Хотят они идти воевать город Верхотурье. И Тюмень, и Пелым, и тех городов все слободы и повоевав, хотят отойти в поле к Сары-Мергеню. Осенью 62-го года начинается движение территорий Ногайской и Казанской дорог. Ногайская дорога – это территория от юга, от Уфы до Яика, до Эмбы, до Волги. Царские власти направляли войска, но эти войска были не в состоянии подавить восстание. Поэтому, и при том, по приказу правительства, борьбой против восставших занимались и казанские воеводы. На западной стороне Урала башкиры взяли штурмом Бирск. Набережно-Челнинский острог атаковали Мензелинск и собрались в поход на Уфу с требованием вернуть взятых у них заложников аманатов. А без того, заявляли уфимскому воеводе Андрею Волконскому башкиры, не хотим мириться до смерти своей и ныне хотим прийти под Уфу войною и ждем только Кучука-Царевича к себе. А города хотя и не сможем взять, но голодом выморим. Царевич Кучук наконец приехал и тут же был провозглашен ханом Башкирии. В собственных ярлыках он именует себя султаном, однако в русских документах он именуется царевичем и ханом башкирским. Уже по окончании башкирского восстания 1662-1664 годов он уходит в Среднюю Азию, Каракалпаком, где его находят русские посланцы ко двору узбекского хана Абдул-Азиза, Борис и Семен Пазухины. Русские послы писали царю Алексею Михайловичу, А ныне Абдул-Азиз царь идет по вестям в Украине и свои городы, что пришел без ведома и безвестно. Кучук хан Башкирский и ныне в Каракалпакских Бухарских же Улусах. Провозглашение Кучука башкирским ханом имело далеко идущие последствия. После него ханами Башкир в последующие восстания становились его сыновья и племянники. Суинч Али, Мурат Ибрагим, Ирыс Мухаммед, Байбулат, более известные как Карасакал. Провозглашение башкира и хана следует рассматривать как решающий момент восстания. Фактически это означало разрыв всех отношений подданности с Москвой. Провозглашение собственного хана в соответствии с традициями, которые характерны для всех Улусов Золотой Орды, это установление собственной государственности. Потому что Чингизит во главе Башкир, это фактически означало создание своей государственной структуры, которую возглавлял потомок Чингисхана. Мало того, Сары Мерген тоже устанавливает союз с крымским ханом. Источники правительства сообщали, а завоевались башкирцы и сылвенские, и казанские, и вятские татаровя. А подговаривает их воевать Сары Мергенко. И все у них по сговору с крымским царем. А в Сибирь у них отряжено воевать 20 тысяч бойцов. Он был лучшим башкиром, то есть феодалом. Относительно Сары Мергена, он умер от болезни в 1663 году. Уже восстание в 1663 году. И в 1664 году произошло без Сары Мергена. После смерти Сары Мергена вождем башкир-сибирской дороги стал Арслан Бек. 9 октября 1663 года он атаковал Киргинскую Слободу, где находился костяк правительственных войск в Сибири. Два полка иноземного строя, солдатский и рейтарский, под командованием полковника Полуэктова. Завязалось жаркое сражение. От тех изменников государевы люди не устояли, потому что тех изменников приходило на государевы свободы многие люди, сообщает источник. Известие об этих событиях достигло даже Западной Европы. Русский дипломат и государственный деятель, боярин Ордин Нащекин, сообщал царю, шведы всячески тайными ссылками советуются с ханом на разорение России. По шведским же рассыльным вестям польский король и в Украину пошел, услыхав, что все московские войска высланы против башкирцев. Известно, например, что шведские дипломаты в 1664 году смогли навязать России крайне неблагоприятные договорные отношения только на основании того, что мы слышали, что все ваши войска оттянуты в башкирию для подавления восстания. То есть осведомленность была. Естественно, известно, что в 1663 году в ходе восстания российское правительство было вынуждено прибегнуть к такой мере, как набор вольницы для подавления башкирского восстания. То есть бросить все ресурсы уже. Потому что регулярные войска находились действительно на других фронтах. В январе 1664 года шведские вести подтвердились. Король Ян Казимир при поддержке запорожцев и крымского хана начал наступление и покорил всю правобережную Украину. В довершение ко всему России изменили калмыки, перейдя на сторону восставших башкир. Но была одна большая проблема. Провозглашая своим ханом царевича Кучука, башкиры, по сути дела, ставили себя в зависимое положение от калмыцкого правителя Дайчина, так как Кучук был вставленником и родственником последнего. Новоиспеченный хан приходился ему внучатым племянником, так как дед Кучука Ишимхан был женат на родной сестре калмыцкого тайши. Кучук хан рассылает по Башкирии свои ярлыки, призывая башкир покориться Дайчину. Из далекого места, но с близким сердцем, я султан, мое слово то. Коль от Дайчина придет, это мой отец. Он не обидит, коли будут брать продовольствие, пусть берут. Восставшие не смогли создать единого центра управления. Если западная и южная часть находилась под влиянием Дайчина и Аюки, то все-таки восточно-зауральская часть, они рассматривали восстание как восстановление власти чингизидов. Потомков Кучума. Калмыки рассматривали башкир не только как противника, но и как мощного потенциального союзника. В переговорах с уфимским дворянином Черником Манучиным Дайчин заявил, что если у меня будут башкиры под моей рукой, то мне можно бояться только Бога. То есть калмыки рассматривали башкир как самого желаемого военного союзника, с которым они могли бы решать масштабные задачи вообще в Евразии. План Дайчина по мирному покорению башкир начал сбываться. К 1664 году 10 тысяч повстанцев уже находились в калмыкских улусах. Башкиры, оказавшись между двух огней, делали неутешительный вывод. А только нам жить на прежних своих кочевьях, и нас побьют русские ратные люди. А только нам отъехать в степь калмыцким людям, и нас калмыки всех похолопят и учнут держать в неволе. Заметив перемену в настроениях восставших башкир, власти предлагают им сесть за стол переговоров. И дальше переговоры, и стороны договорились. От имени царских властей обещали, что правительство рассмотрено всех челобитное. Тогда башкиры прекратили борьбу. И передом, надо сказать, что царское правительство приглашало недовольных башкир-представителей в Москву. Зимой 1663 года была направлена делегация башкир-ногайской дороги. Они, значит, приехали в Москву, были приняты старым Алексеем Михайловичем. От башкир потребовали принесения присяги, шерсти, фактически как людей, находившихся вне поддонческих отношений. И башкирам в 1664 году была пожалована грамота, в которой повторно устанавливались те привилегии, которые они получили в момент добровольного вхождения в середине 16 века. Речь идет о повторном поддонстве, фактически. Установился долгожданный мир. Но отголоски грандиозного восстания еще долго были слышны на просторах Урала по Волжье. Условием прекращения восстания были серьезные уступки со стороны правительства. По требованию башкир, уфимский воевод Андрей Волконский был смещен с должности, а вместо него, по их же требованию, был поставлен Федор Сомов. Была подтверждена неприкосновенность башкирских земель, то есть их вотчинное право. В народе это восстание получило название «Дайчиновщины» по имени человека, чья политика во многом стала причиной противоречий между Москвой и башкирами, приведшие к кровопролитной войне. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ